В апреле традиционно увеличиваются пенсии и выплаты федеральным льготникам. В этом году вместе с пенсией ветераны Великой Отечественной войны получат единовременную выплату к 70-летию победу. Не за горами и перерасчет пенсии работающим пенсионерам. Труд и вклад каждого в укрепление страны должен быть достойно оценен, считает управляющий Республиканским отделением Пенсионного фонда России Роза Алексеевна Кондратьева. Сегодня она гость нашей программы. Здравствуйте, Роза Алексеевна. Здравствуйте. Роза Алексеевна, какие виды пенсии будут увеличены в этом году? С 1 апреля текущего года будут увеличены социальные пенсии. Это в основном пенсии тех граждан, у которых отсутствует право на получение страховой пенсии. Либо стаж отсутствует, либо недостаточен. Также увеличиваются пенсии, которые исчисляются из размера социальной пенсии. Это вторые пенсии инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, вдовам погибших воинов в Великой Отечественной войне, также гражданам, которым назначается в связи с техногенными катастрофами. А сколько рублей составит прибавка? В нашей республике получателями социальных пенсий является 28 тысяч граждан. У каждого гражданина, у каждой категории свой размер пенсии и, естественно, и прибавка своя. В среднем увеличение социальных пенсий составило 670 рублей, и после повышения средней социальной пенсии составили 7200 рублей. У детей-инвалидов, инвалидов с детства, увеличение составило 1068 рублей, и средний размер составил после повышения 11400 рублей. У участников войны увеличение составило 11100 рублей, и в среднем сейчас, после повышения, они, потому что две пенсии получают 28700 рублей, это размер двух пенсий. В апреле также будут проиндексированы и выплаты федеральным льготникам. Правильно. С 1 апреля текущего года также мы проиндексировали ежемесячные денежные выплаты федеральным льготникам. В Чувальской республике федеральными льготниками является 108 тысяч граждан. Прежде всего, конечно, народ помнит стоимость ежемесячных денежных выплат, если отказались от соцпакета, и стоимость соцпакета также пересчитывается. В среднем сегодня ежемесячные денежные выплаты в рублях составляют 2100 рублей, а стоимость социального пакета после индексации на 5,5% составит 930 рублей. Здесь отдельно индексируется каждая часть лекарственного обеспечения – 716 рублей, санаторно-курортная часть – 110 рублей и транспортная часть – 102 рубля. Насколько нам известно, к 70-летию победы ветеранам Великой Отечественной войны полагаются единовременные выплаты. Расскажите немножко об этом поподробнее. В соответствии с указом президента Российской Федерации от 26 февраля текущего года номер 100 предусмотрена выплата единовременно ветеранам Великой Отечественной войны в размерах 7 тысяч и 3 тысячи. Кому положено 7 тысяч? Инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, жителям блокадного Ленинграда, которые удостоены награды соответствующего знака, также несовершеннолетним узникам концлагерей это выплата в размере 7 тысяч рублей. А труженикам тыла к этой категории относятся прежде всего награжденные медалями и орденами за самоотверженный труд в годы Великой Отечественной войны и также граждане, проработавшие в годы Великой Отечественной войны не менее 6 месяцев, полагается 3 тысячи рублей. Я хочу сказать, мы уже список получателей все составили, выплатные документы сформировали, сейчас уже в течение апреля месяца вместе с апрельской пенсией сумма вот этой единовременной выплаты в связи с празднованием 70-летия победы ветеранам войны будет доставлена. Роза Алексеевна, не могу не спросить вас о работающих пенсионеров. Пересчитают ли в этом году пенсию работающим пенсионерам с учетом уплаченных работодателем взносов? Я напомню, с начала текущего года у нас выплачиваются вместо трудовых пенсий страховые пенсии, то есть они по-новому формируются, но тем не менее ежегодный перерасчет работающим пенсионерам с августа месяца сохраняется. Только особенно с текущего года при перерасчете пенсии, то есть корректировке с 1 августа работающим пенсионерам будут учитываться страховые взносы, уплаченные в 2014 году, которые не были учтены при назначении, если новый пенсионер в течение 2014 года был назначен, либо неучтенные при перерасчете. А вот с 2016 года работающим пенсионерам будут увеличивать пенсионные коэффициенты. В целом, значит, максимально до трех коэффициентов увеличений. Это по тем гражданам, у которых, в общем, получают заработную плату в среднем до 22 тысяч по нашей республике. Если они работают, вся сумма взносов будет учитываться, и пенсионные коэффициенты будут увеличены, тем самым и размеры пенсии пересчитаны. Говорят, что работающие пенсионеры могут временно отказаться от пенсии, чтобы она возросла за счет премиальных баллов. Действительно ли это так? В целом, это новая норма в законодательстве пенсионном. Граждане, для того, чтобы можно было увеличить, отложив выход на пенсию, могут не обращаться за назначением пенсии при достижении пенсионного возраста. Это также касается лиц, которым назначается досрочная пенсия. Досрочники также могут не обращаться за назначением пенсии. Либо, если пенсионер уже является получателем пенсии гражданин, и хочет, с учетом того, пока есть другой источник существования, то есть работает, в таком случае он может временно приостановить выплату пенсии. Так вот, от 1 до 10 лет. И за каждый год будут прибавляться премиальные коэффициенты, и тем самым есть возможность увеличить пенсию. Я думаю, стоит еще и напомнить, наверное, нашей молодежи, что баллы и стаж учитываются для накопления пенсии только при официальном трудоустройстве. Вы правильно заметили, именно так оно и есть. Сейчас в новом законодательстве усиливается вот именно значимость трудового стажа не менее 15 лет должно быть официальной занятости, и человек должен набрать не менее 30 баллов. Поэтому желательно, конечно, всем, кто сегодня трудится, официально трудиться, и все получаемые выплаты получить официально, то есть на которые будут начислены страховые взносы и своевременно перечислены в пенсионный фонд. В последующем, будучи при достижении пенсионного возраста, эти суммы, значит, они будут на достойное пенсионное обеспечение направлены. Спасибо вам большое, Роза Алексеевна, за беседу нашу с вами сегодня. Я напоминаю, что в гостях у нас была управляющей Республиканским пенсионным фондом России Роза Алексеевна Кондратьева. Всего доброго, до свидания. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова